В Верхнеуральском районе заработали пришкольные лагеря. Сегодня открыты уже 13 из них, а в ближайшие дни откроют и остальные 4 лагеря с дневным пребыванием в городских поселениях. В общей сложности 17 лагерей смогут принять этим летом около 1200 детей. Программы в лагерях включают образовательные, спортивные, развивающие и развлекательные мероприятия и беседы. С детьми, нуждающимися в психологической помощи, ведется работа социальных педагогов, психологов и воспитателей. Во всех школах соблюдаются меры профилактики заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, в Красненской школе лагерь с названием «Правнуки Победы» включает в себя 4 отряда по 15 человек, каждый из которых проводит время в отдельном помещении, а мероприятия на улице проходят с соблюдением социальной дистанции. Лагерь мы открыли 7 июля. Дети долгожданно ждали этот момент, потому что соскучились по школе. И родители нас всегда постоянно спрашивали, когда откроется. Ну, наконец-то мы открыли. Но перед тем, как открыть, конечно, мы сделали все возможное, чтобы в нынешней ситуации подготовить наш лагерь. Мы приобрели рециркулятор. У нас есть дезинфицирующие средства на входе. У нас проводится термометрия, обязательное занесение в журнал. Мы измеряем температуру и сотрудникам, и ребятам. У нас также ежедневно проходит обработка автотранспортного средства. Это наш автобус, потому что у нас дети и несколько воспитателей приезжают из поселка Уфимский и Подольский поселок. И водитель расписывается в своем журнале обработки автотранспортного средства. Ребята занимаются в объединениях дополнительного образования и профильных спортивных, военно-спортивных, краеведческих, творческих отрядах. Каждый день школьники изучают историю городов воинской славы. Каждый день у них проходят виртуальные экскурсии по городам. Например, на прошлой неделе был город Орел, Владикавказ, Москва и так далее. Также ребята танцуют, играют, проходят какие-то митрати, которые у нас традиционно проходили. Например, на этой неделе в четверг у нас пройдет «Безопасное колесо», когда ребята приедут на своих велосипедах и будут проходить различные этапы. У нас проходят квесты, также флешмобы, танцы с ребятами. И, конечно же, педагоги доп. образования, которые работают также у нас, проводят свои мероприятия. Это лего-конструирование, это художественные направленности, дополнительное образование, мастерская чудес. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok